Крутые виражи на заснеженной трассе. В Чувашии разыграли награды традиционных для зимы рождественских автогонок. Эти соревнования каждый год собирают профессионалов из нескольких регионов Поволжья. Одержать победу на этих стартах довольно сложная задача. Даже самые подготовленные спортсмены могут запросто сойти с дистанции. Нынешние гонки тоже не обошлись без острых моментов. Снять их удалось и моим коллегам. Одними из первых в борьбу за медали вступили малолитражки. Четыре морийские «Аки» уже на первых метрах дали понять соперникам. Их авто не уступят даже некоторым спортивным карам. Пилоты с легкостью вписывались в самые сложные повороты. Хотя все они только начинают свою спортивную карьеру. За руль машин юноши садятся только на гонках. Две «Аки» было и остальные «Запорожцы». Мы начинали с «Запорожцев». Ну стало интересно, как мы начали заниматься. Конкуренция у юных гонщиков серьезная. Более 30 профессиональных экипажей. На трассе они соревновались в пяти разных номинациях. В Чувашию, говорят организаторы, приехали лучшие из лучших. Многие неоднократные призеры подобных заездов. И монопривод, и задний, передний привод, и полный привод, и класс спорт, все здесь присутствует. И спортивные автомобили, и любители. 80% это любители, любители. И где-то 20% настоящий спортсмен, разрядники, и кандидаты мастера спорта здесь присутствуют. У некоторых машин спортивными оказались не только приводы, но и салоны. Водителям это давало бесспорное преимущество. Правда, некоторые участники за рулем российского автопрома обгоняли продвинутые зарубежные марки. Девушкам тоже есть место на гонках. Марина Леонтьева уже не первый год пытает счастья на подобных соревнованиях. Мужчины, признается она, не поддаются и поблажек никаких не делают. К финишу ей редко удается дойти первой. Но сюда девушка приезжает просто ради экстрима. Любовь к железным коням у нее давно в крови. Отъездила. Я не скажу, потому что, думаю, очень хороший результат. Тренировка показывала намного лучше. Машина не позволяет ехать быстрее. Поэтому убрали решетку радиатора, и машина не набирала нужной температуры, и поэтому она глохла. С каждым стартом гонки становились все зрелищнее. Отъездив в первые круги, машины словно отполировали дорогу. Через час автомобили мчались уже по ледяной трассе. От участников это требовало особого мастерства. Трасса полна опасных поворотов. Занести здесь можно даже машину с отличной шипованной резиной. А потому безопасность зрителей здесь продумана до мелочей. Заходить за граждение строго запрещено. А журналисты, которые тоже гонятся за красивыми кадрами, могут работать только в таких ярких жилетах. Наравнее с автогонщиками и на радость зрителям, награды здесь оспаривали и любители снегоходов. Этому зимнего виду транспорта не были страшны никакие сугробы. Правда и им погода подготовила сюрпризы. Трасса, я бы не сказал, что она сложная. Единственный минус – снега мало. То есть после первого заезда уже будет земля, скорее всего. Машины, если исходили с трассы, то поломку гонщики пытались устранить очень быстро. На их кону стояли не только награды, но и престиж родных регионов. Из Чувашии с медалями удалось уехать представителям всех четырех команд. Дмитрий Ковалев, Екатерина Сосновских, Евгений Анисимов и Николай Яковлев. Республика.